Добрый вечер! Начинаем 78-й урок по счету по книге «Шмот». Мы в конце главы недельного раздела Китиса. После того, как Тора завершила описание греха Золотого Тельца и реакцию Муше на этот грех, то, как он разбил, скрижали. И решение Всевышнего простить, помиловать этот грех с тем, чтобы в дальнейшем каждый раз, когда еврейский народ понесет наказание за будущие свои прегрешения, будет в этом наказании всегда и доля расплаты за грех Золотого Тельца. И вот теперь мы начинаем 33-я глава, с самого начала. И говорил Бог Муше, иди, поднимись отсюда, ты и народ, который ты вывел из Египта, в страну, о которой я клялся Авраму, Ицхаку и Якову, сказав твоему потомству, я дан ее. То есть, будем считать, что то, что произошло, это было, и оно было. И теперь переходим к новой странице. Рано или поздно нужно будет уйти отсюда от горы Синай для того, чтобы завоевать страну Израиля. А я пошлю перед тобой ангела и прогоню Канаанеев, Эмуреев, Хетов, Призеев, Хевеев и Эвусеев в страну, текущую молоком и медом. Я же не пойду в твоей среде, так как ты народ строптивый, чтобы я не уничтожил тебя в пути. Вот это вот послание, которое было дано Муше о будущем завоевании страны Израиля. Следует обратить внимание здесь на две детали. Первая деталь с первого взгляда она совсем незаметная. Но наши мудрецы обратили на нее внимание. Всегда, говоря о стране, об этой самой стране обетованной, которую Всевышний пообещал нашему народу, всегда Тора подчеркивает, что это страна, в которой в тот момент жили канаанейские народы. Более того, она еще называется часто страной семи народов. Семь различных народностей канаанейских, все они объединяются под общим именем канаанейцев, по имени их предка Канаана, близкие и родственники египтян, представители хамидской расы. И вот если мы посмотрим, то здесь Тора не просто говорит о канаанях, он перечисляет, какие, и прогоню. Канаанев, Эмореев, Хетов, Перезеев, Хивеев и Евусеев. Если я почитаю, Канаанев, Эмореев, Хетов, Перезеев, Хивеев и Евусеев. Шесть народов, а не семь. Куда же делся седьмой? И прежде чем мы ответим на вопрос, куда делся седьмой, выясним, кого не хватает. Не хватает здесь народа по имени Гиргаши. Гиргашей в некоторых русских переводах. Он почему-то здесь не упомянут. Почему? Раши приводит здесь ответ наших мудрецов. И прогоню канаанеев. В этом стихе упомянуты канаанеи, и муреи, и хетов, и презеи, и хивицы, и гусеи. Всего шесть народов, а гиргаши, они сами встали и ушли от сынов Итрая. То есть, в отличие от остальных шести народов, которые оказали активное и временами упорное сопротивление захвату страны, гиргаши ушли. Они очистили помещение. Этот комментарий Раши базируется прежде всего на утверждении Иерусалимского Талмуда. В описании об этом ничего нет. Но устная традиция, которую зафиксировал иерусалимский Талмуд, доносит, что Иушуа Бенун, преемник Мушея, тот, кто руководил захваты моря из Исраиль, перед тем, как начать переправу через реку Ярден из-за Иордания и вторгнуться в страну Израиля, он послал послание народам и царям, царям и народам, населявшим страну, в котором предлагал им три альтернативы, каким образом они могут отнестись к вторжению сынов Израиля в страну. Первая альтернатива, самая простая, очистить помещение. Кто хочет спокойно уйти, оставив нам эту страну, ту, которая нам обещана и дана Богом, мы ему, естественно, не будем мешать, пожалуйста. Кто не захочет уйти, потому что ему некуда идти или боится уйти, и захочет принять, то, что называется, массовое авдуд, а именно полное подчинение, прабощение и требование выплачивания дани с условием отказа от идолпоклонства, другой возможности нет, то тоже мы возражать не будем. Кто не примет этих двух возможностей, остается только третье – воевать. Тогда, как там говорили русские князья, иду на вы, тогда будем воевать. Вот эти три возможности, то есть с самого начала было подчеркнуто, что тем, кто захочет уйти, мешать не будут. И одно из племен канонейских, которые населяли, один из семи народов, гергаши, так утверждает Талмуд, воспользовались этим предложением и решили предпочесть в войне уход с миром, и мирно ушли. Куда ушли? Мир вообще большой, но Талмуд об этом ничего не говорит. И вот здесь вот есть одна любопытная деталь. еврейский историк середины XX века Филипп Биберфилд, который жил в Америке, он пишет в своем первом томе, в предисловии к своему первому тому общей универсальной еврейской истории, он пишет следующую вещь. Он говорит там об отношении историков, археологов, исследователей к Писанию. Всегда, рано или поздно, возвращается тот же самый вопрос, насколько Писание, Тора, книги пророков, насколько они могут быть рассматриваемы как исторический документ. То есть, либо это документ чисто религиозного содержания, и не следует относиться к нему как к историческому источнику, и не следует искать подтверждение, либо наоборот опровержение в истории, в археологии, истории, рассказанных в Писании, или же нет. Вопрос древний, и очень древний. Так вот, пишет там Биберфилд, он цитирует, был такой известный византийский историк 6 века, Прокопий, который написал довольно серьезные труды по истории Византии, и, среди прочих, он пишет, нужно помнить, что в то время у Византии были довольно обширные владения в Северной Африке, на побережье Средиземного моря в Северной Африке. И вот он там пишет, что, насколько ему известно, там, в Нумибии, путешественники, которые проходят там, рассказывают о двух столбах стоящих, и на них надпись. Надпись, которая гласит следующую вещь. «Мы – потомки тех, кто бежали от разбойника Еушуа бин Нуна». Так пишет Прокопий. И Прокопий сам по себе не то, что не имеет никакого отношения к иудаизму, к евреям, наоборот, он правоверный христианин и очень далек от еврейства. Но выясняется, что его утверждение здесь, а его этот рассказ, он подтверждает не то, что написано в Писании, что было известно ему, как любому образованному христианину, он подтверждает талмудическую традицию, устную Тору, которая зафиксирована в Иерусалимском Талмуде, с которым, конечно, Прокопий очевидно, что не был знаком, ему эта вещь не была известна. Так он пишет. Прокопий продолжает Бибершвилд, как относятся к этому современные исследователи, которые находят у Прокопия подобную вещь. Ну, проще всего было бы сказать, это просто сказки, Прокопий просто пишет небылицы, выдумки и так далее. Но о Прокопии этого сказать нельзя. Прокопий даже не Геродот, Прокопий серьезный, ответственный историк. Единственное, что ему вменяют вину, что по поводу своих современников, близких тем, кто жили, политических противников, он был, мягко говоря, не объективен. Ну, уж, по крайней мере, о таких вещах, чтобы он писал просто небылицы и Боб и Майсис, это, конечно, нет. Значит, были эти колонны, значит, надпись, скорее всего, была. Поэтому про Драйд Бибершвилд в одной из книжек было написано, что эта надпись явно фальсификация, которую, скорее всего, сфальсифицировали местные проводники для того, чтобы сделать этот район более привлекательным для туристов. Не больше, не меньше. Так пишут в XX веке исследователи. Не знаю, был ли развит туризм в Северной Африке в то время, в VI веку, но уж, по крайней мере, если он даже был развит и за правила туристического бизнеса фальсифицировали подобные исторические памятники, чтобы привлечь туристов в этот район, то выясняется, что у них было неплохие сведения о устноеврейской традиции. Это одна деталь, на которую я хотел обратить внимание, и есть еще одна вторая деталь. Я пошлю перед тобой ангела. Всевышний обещает, как будет проходить захват страны, будет ли помощь свыше, да, будет. В каком виде? Ангела пошлю. И прогоню Кнанеев, и Муреев, и Критеев. То есть, с помощью ангела вы сможете их прогнать. Я же, продолжает Всевышний, не пойду в твоей среде, так как ты народ сотроптивый, чтобы я не уничтожил тебя в пути. То есть, то, что называется шхина, как бы присутствия Всевышнего, вот этого не будет. Будет помощь с небес, да, но на ступеньку ниже, через ангела. А непосредственного влияния, непосредственного воздействия на театр военных действий от Всевышнего не будет. Как говорит здесь Рамбан, в этом заключалось для народа Израиля две беды. Первая беда, то, что сказано здесь, что Всевышним не будет шхины, не будет присутствия. Второе, прочитаем, может быть, еще следующий стих, и услышал народ эту дурную весть. Дурную весть, почему? Потому что сказано, что шхины не будет. И скорбели они, и никто не надевал свои украшения. А Бог сказал Муше, скажи, сынам Израилевым, это вам только на пользу, это вам же лучше. Вы истроптивый народ, и если бы я одно мгновение пошел в своей среде, то я бы тебя уничтожил. И вот теперь сними свои украшения, и я уже знаю, что с тобой делать. И сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хорев. А Муше брал шатер и ставил его в Нестан, вдали Астана и так далее. Что же здесь за две беды? Во-первых, то, что шхина не будет пребывать среди них. Во-вторых, как сказано, я пошлю перед тобой ангела, и он вместо шхины, чтобы я не уничтожил тебя в пути. То есть разговор идет о помощи ангела, которая будет в пути. И так пишет Рамбан. Первая дурная весть, что шхина не будет пребывать среди них. А во-вторых, Всевышний посылает ангела перед Муше только до тех пор, пока из страны Кнаан не изгонят населяющих народов. То есть в пути, то, что нужно будет, что называется, в походе. В этом военном походе ангел будет помогать. А как только война закончится, как только выгонят всех врагов, и как только страна будет завоевана после этого, после того, как сыны Израиля унаследуют землю, ему же не обещана даже помощь ангела. Поэтому это тоже подчеркивает, в пути. Вот поэтому и сказано, что услышал народ эту дурную весть, и скорбели они, и никто не надевал больше своих украшений. Кстати, что это за украшения? И почему так? Народ скорбел, понятно. Подчеркивается, что скорбь была такая, что никто не надевал украшения. Что имеется в виду? Что женщины сняли кольца, серьги. Наши мудрецы, отвечая на этот вопрос следующим образом, и Раши здесь приводят этот ответ, что у горы Синай каждый из евреев получил венцы. Венцы, которые венчали его, как короны, возвышали его. Один венец соответствовал тому, что сказал, на се венишма, сделаем и услышим. Каждый получил, откуда я знаю, что это именно связано с Синайем. В 6-м стихе сказано, и сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хорев. Что это означает? Гора Хорев, она же гора Синай. То есть, те украшения, которые получили на горе Хорев, на горе Синай, вот эти украшения, они их теперь и сняли. Что это за были украшения, которые можно было получить на горе Хорев? Ювелирного магазина там не было. Украшения, что были? Это те самые украшения, которые получили свыше, через ангелов, все евреи во время дарования Торы. Итак, пишет Траши, то есть, те самые короны, которые были дарованы евреям, когда они сказали на се венишма. Есть альтернативный комментарий Равирша, который предлагает довольно оригинальное объяснение, что это за украшения, которые были получены, что это за украшения с горы Хорев. Пишет он там. «И никто не надевал свои украшения. Нам не сообщают, что это были за украшения». Прежде всего, текст об этом молчит. Говорит украшение. Вроде бы и само должно быть понятно, что имеется здесь в виду. Но из контекста ясно, что это в буквальном смысле было украшение, которое можно было надеть и снять. Это не вещь такое абстрактное. Написано «сняли». То есть, это украшения, которые одевают и снимают. И если слова с горы Хорев интерпретировать как указание на место обретения этого украшения, где его и получили, то это должно быть не просто ювелирное изделие, а украшение особого рода. Ведь снова на горе Синаи нет ювелирной лавки. Там Тору получали. И оттуда пришло какое-то украшение, реальное конкретное украшение, которое связано, с одной стороны, с получением Торы, а с другой стороны, это украшение, которое можно снять и одеть. Мы бы рискнули выдвинуть следующее предположение. Там я уже очень-очень осторожно, аккуратно. Мы бы рискнули выдвинуть вот такое предположение. Предположение. Во всем еврейском обиходе, во всех предметах еврейского обихода, во всем, что связано с Торой, есть только одна вещь, которая названа украшением. Что есть только один предмет, который нам описали как национальное еврейское украшение. А именно, это Тотафот Бейн Айнеха, то есть украшение между глазами. Тфилина. В книге пророка Ихэскеля Тфилин, названной словом «Пеер», там Всевышний, сообщая ему о близкой смерти его жены, говорит ему, чтобы он о ней не скорбел, чтобы не соблюдал трау по ней. Среди прочих установлений, которые Шейн ему говорит, он говорит ему «Пеер-ха хавуш алеха». «Пеер-ха», то есть великолепное украшение будет по-прежнему на тебе надето. Отсюда, говорят мудрецы, стало быть, в нормальной реальной ситуации, Ихэскель, который не должен был соблюдать трау, ему сказано, ты продолжаешь надевать «Пеер», ты продолжаешь одевать это великолепное украшение. Стало быть, человек, который находится в трауре по-умершему, первый день, когда он не одевает этого украшения. Отсюда Аллаха закон, что в первый день, когда умер близкий родственник, то тот, кто обязан соблюдать по нему траур, не одевает тфилин. Значит, словом «тфилин», точнее, словом «Пеер», великолепное украшение, которое одевают, пророк называет «тфилин». Не должны ли мы в таком случае рассматривать украшение, упомянутое в этом стихе, как идентично этому единственному национальному украшению еврейского народа? Может быть, и здесь имеется в виду то, что сказано в Ихэскеле, что украшение, о котором сказано здесь, – это тфилин? Это не что иное, как тфилин, который евреи получили сразу же после исхода из Египта. Заповедь тфилин сообщила каждому еврейскому учению о его призвании быть посвященным Богу. А где это было сообщено, где было озвучено, что заповедь тфилин, которую человек прикручивает себе ремнями, привязывает к себе, что эта заповедь привязывает, что это символ, привязанность еврея, его призванию, его еврейскому призванию быть посвященным Богу, где это было озвучено? На горе Синай. Вот здесь уже мы перестаем понимать, а почему сняли это тфилин? Тфилин нужно надевать каждый день, кроме субботы и праздников. Почему же его сняли? Продолжает Равирш. И вот сейчас они осознали, что не соответствует призванию, назначенному ими вместе с исходом из Египта. Если тфилин, как украшение, это символ, верность еврея, его призванию быть связанным, быть посвященным Богу, то сейчас, после греха золотого цельца, осознав всю ту глубину греха и ошибки, которые были сделаны, люди понимают, что они этому не соответствуют. Вполне естественно. Естественно, стыд. Не было ли естественным в таком случае, что это проявление духовной и моральной незрелости так сильно опечалило их, что они не надели свои тфилин? Тот факт, что они лишили себя украшения по собственной воле, никто им не сказал – снимайте. Они сами сняли. Придали этому поступку его подлинное значение. Он выражал их осознание того, что они согрешили. Здесь могут задать вопрос, стоп-топ, непонятно. Снова, но тфилин же надевать… Они сознают, что они согрешили. Очень здорово. Человек, который сознает, что он согрешил, как он должен реагировать на свой грех? Понятно, что он должен сожалеть. Он должен печалиться об этом. И, конечно же, он должен отныне, понимая, что он согрешил, что он ошибся, он должен отныне строго соблюдать все законы. Строго соблюдать все законы. Это и тфилин, тфилин – это закон. А тфилин – это не только украшение, это, конечно, закон – это обязанность их надевать. Так как же так, осознав свой грех, осознав свою ошибку, вытравивши, они решили его снять? Это две разные вещи. А именно, обязанность надевать – да, она обязанность. Но человек должен испытывать стыд при этом. Так сказал когда-то Робес-Ролис Алантер. Человек, который совершил грех какой-нибудь днем. И вот через некоторое время после того, как он согрешил, приходит время, смотрит на часы, время минху молиться. Сейчас закат солнца. Человек согрешил и успел уже сожалеть о том, что он согрешил. Он понимает, что он не выдержал. Проявил слабость. Сожалеет о том, что он согрешил. И сейчас минху. Ну, что нужно делать? Если мы спросим, что говорит Аллаха. Как что? Идти и молиться минху. Но если человек способен сразу же после того, как он согрешил, идти и молиться минху, стать лицом к лицу с Богом. И говори с ним, и не почувствовав, и не почувствовать стыда. Плохо дело с этим человеком. Нормальный человек в этой ситуации должен стыдиться. Ему должно быть стыдно сейчас идти и молиться. Если человек стыдание не чувствует, а просто поскольку надо, встает молиться минху, это дело его плохо. То же самое здесь говорит Раввиш. Конечно же, твилин, обязанность надевать твилин, очевидно. Почему же их сняли? Почему же не одевали их? Стыдно было. Стыд чувства. Чувствовали, что не имеют моральной силы и морального оправдания надевать это украшение, которое свидетельствует о посвященности их Богу, когда они всего лишь несколько часов назад или несколько дней назад плицали вокруг золотого тенца. И сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хорев. А Муше брал шатер, или лучше скажем, взял шатер и поставил его вне стана, вдали от стана, и назвал его шатром собраний. Еще одно последствие греха золотого тенца – Муше удаляется из еврейского стана. Точнее, не полностью удаляется, выносит шатер для себя, раскидывает его за пределами стана, на некотором удалении. И что же там происходит? И каждый, ищущий Бога, выходил к шатру собраний, что вне стана. Что значит «каждый, ищущий Бога»? Умеется в виду каждый, кто хотел спросить что-то у Муше, кто хотел общаться с ним. Отсюда, говорят наши мудрецы, мы видим, что каждый, ищущий Бога, сделаем отсюда вывод, что всякий, кто ищет общение с мудрецом, с Талмитхахамом, с знатоком Торы, то это все равно, как искать общение со Всевышним. Каждый, ищущий, как там сказано еще раз, и каждый, ищущий Бога, выходил к шатру собраний, что вне стана. То есть, с того самого дня, как был уничтожен золотой телец, были ликвидированы все его последствия, с того самого дня и в дальнейшем Муше ставил свой шатер вне стана. Он его назвал шатром собраний, то есть домом, где собираются все те, кто хотят учить и знать Тору. Читаем дальше. «И было так. Когда Муше выходил к шатру, то весь народ вставал, каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Муше, пока тот не входил в шатер». То есть, такая церемония была, когда Муше проходил через стан для того, чтобы выйти из стана и направиться к своему шатру, то все люди провожали его, каждый выходил из своего шатра, почтительно, глядя, как здесь написано. «То весь народ вставал, каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Муше, пока тот не входил в шатер». И когда Муше входил в шатер, то спускался облачный столб и стоял у входа в шатер, когда Бог говорил с Муше. И когда народ видел этот облачный столб у входа в шатер, то есть понимали, что там сейчас происходит контакт, что Муше общается с Творцом мира, то все они падали ниц, каждый у входа в свой шатер. «А Бог говорил с Муше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом, и тот возвращался в стан». То есть лицом к лицу, так как сказано о происходившем на горе Синаи во время дарования Торы. «По ним, аль по ним, лицом к лицу, близкий, почти непосредственный контакт». Но его слуга Иушуа бин Нун, юноша, не отлучался от шатра. Муше возвращался в стан, возвращался к своему шатру в стан евреев. А его, Айушуа бин Нун, его ученик, оставался там все время. Как в дальнейшем, говорят наши мудрецы, что когда пришло время Муше уходить из этого мира, и он, конечно же, хотел бы видеть, естественно, для человека, видеть своего сына своим преемником, Всевышний сказал ему, нет. И план другой. Его преемником будет Иушуа бин Нун. Тот, кто сторожил дерево, инжира, тот и будет есть его плоды. То есть тот, кто все время находился, как сказано здесь, никогда не уходил из Бейт-Медраж, из дома собрания, кто расставлял там скамейки, кто заботился о том, чтобы было место там для учебы, он станет твоим преемником, а не твой сын. Раньше, я объясняя вот этот стих «Восьмой и было», «Когда Муше выходил к шатру, весь народ вставал, каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Муше, пока тот не входил в шатер». Что говорят нам эти слова? Ничего подчеркивается. Вполне бы хватило того, что сказано вначале, что когда Муше выходил к шатру, то весь народ вставал, каждый у входа в свой шатер. Так, вот он. Вот они, знаки почета, которые оказывает народ Муше, почтительно выходя ко входу в свой шатер, в тот момент, когда Муше проходит мимо и направляется в шатер собраний. А здесь Тора подчеркивает еще. «И смотрели вслед Муше». То есть, когда он уже удалялся, смотрели ему в спину, в затылок и провожали его взглядом. Раши говорит, люди смотрели вслед одобрительно. «Счастлив, говоря, счастлив рожденной женщиной, который может быть уверен, что Шхена войдет за ним в его шатер». Ведь, как сказано дальше, что когда Муше входил в шатер, то спускался облачный столб и стоял у входа в шатер. И так было, что сначала появлялся облачный столб, который свидетельствовал о Шхене, о присутствии Всевышнего, и тогда Муше уже выходил в шатеру. Нет, все было наоборот. Муше выходил тогда, когда он считал нужным и необходимым, и после того, как он заходил в шатер, после этого появлялся там облачный столб. То есть, Муше назначал свидание, а не Всевышний. «Счастлив человек, который может быть уверен, что туда, куда он придет, там, куда он придет, там же появится и Шхена». Это хорошо. А вот зачем? Сначала нужно было говорить, люди смотрели вслед Муше одобрительно. Из того, что дальше Раши пишет, понятно, что одобрительно. Когда люди, смотря вслед Муше, говорили, счастлив человек, рожденный женщиной, который достиг такой ступени, когда он назначает свидание Всевышнего. Дело в том, что в Медраж, который Раши цитирует, Раши приводит только половину этого Медража. А в Медраше есть другая половина. Говорит Медраж так. Есть другое мнение. Есть-то, приводится два мнения. Первые говорят, что смотрели вслед Муше, провожали его взглядом с одобрением. А есть такие, которые говорят, что смотрели на него, провожая его взглядом с неодобрением. Что это за неодобрение. Раби Хама говорит, люди смотрели вслед Муше, один другому говорил, видел, какой из-за грибок у него. Такой ему говорил, конечно, такой на грибок он заел, еще бы. Человек, который отвечает за построение Мишкана, конечно же, он наживется и станет богатым. То есть, Муше же собрал много пожертвований на строительство Мишкана. Золото, серебро, медь, шерсть и прочее. Ну, как-то у нас бывает, естественно, если человек отвечает за, скажем, за реставрацию или за строительство какого-то... Я вспомню, я был в одном месте, и там происходил ремонт синагоги, а потом я пришел к одному человеку, связанному с синагогой, и увидел, что его дом, дизайн его, его дом очень напоминает мне дизайн, в котором была отремонтирована синагога. Ну, скорее всего, я так себе представляю, что тот же самый дизайнер, который заведовал ремонтом синагоги, он же сделал ему дизайн его квартиры. Ну, естественно, и понятно. А некоторые люди еще лучше, некоторые люди, которые получают пожертвования от народа, то часть пожертвований может и прилипать к их рукам, так и здесь. Если Муше ответственен за, несет ответственность и управляет строительство Мишкана, то, скорее всего, на этом немножко нажился. Если люди так говорили, то они это говорили про себя шепотом, или можно это было и услышать. Медраж говорит, что Муше это услышал. Он услышал эти разговоры за своей спиной, и отсюда нам совершенно понятно, что следующая глава Пикудрой будет говорить о том, как Муше Рабейну устроил точный расчет, представив бухгалтерскую ведомость, что он принял все пожертвования, которые были сделаны, и о каждом, куда оно пошло, чтобы было ясно, чтобы очистить себя полностью от подозрений, что ни одной, ни одного грамма золота, ни одного грамма серебра к его рукам не прилипло. Этот Медраж, кстати, напоминает нам еще одну важную вещь, что вот все это время, когда Муше выходил к шатру, это было время, когда сооружался Мишкан. Напомню, после того, как Муше спустился, 17-го Томуза он спустился с горы Синай, после этого он наказал грешников, после этого еще 40 дней он находился на горе Синай для того, чтобы вымолить прощение, после этого Всевышний ему сказал, что мы будем читать дальше, сделай себе новые скрижали, я напишу на них то, что было написано на прежних, и идут третие 40 дней, которые заканчиваются в Йом-Кипур 10-го числа месяца Тишрей, Всевышний сказал, Салахти, Кедвареха, я их простил по твоей просьбе. Муше спускается в Йом-Кипур с новыми скрижалями, на них написано 10-ти слове, и дает, вот только здесь он дает приказ собирать пожертвования на строительство Мишкана. И по традиции, которую приводит Агро, строительство Мишкана началось в первый день праздника Суккот, и в этот же день вернулись облака славы, которые перед этим ушли. Значит, на фоне строительства Мишканака, которое происходит в это время, Муше берет свой шатер, после того, как он возвратился в Йом-Кипур, выносит его за пределы стана, и отныне каждый, кто хочет спросить у Муше, какой-то закон должен выходить к нему туда, в этот шатер собрания. И после того, как сказано, Бог говорил там с Муше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом, и тот возвращался в стан. Он не жил в этом шатере, это был шатер собрания. А после того, как он получал какие-то заповеди, после того, как он выиграл со Всевышним, он возвращался в стан. Раши пишет здесь. После того, как Всевышний говорил с ним, Муше возвращался в стан и учил старейшин тому, что он сам выучил. И так поступал Муше с Йом-Кипура до того дня, когда был воздвигнут Мишкан и не далее. Как это конкретно в датах? Раши на войс здесь полный порядок. Итак, 17-го тому за были разбиты скрижали. 6-го сивана была дана Тора, 7-го сивана Муше поднимается на гору Синай, 40 дней там он находится, 40 дней заканчиваются, 17-го тому за день, когда были разбиты скрижали. 17-го тому за были разбиты скрижали, а 18-го Муше на следующий день наводит порядок. Сжег тельца, судил грешников и наказал их. 19-го тому за сказал народу, что вы совершили большой грех, я должен замолить этот грех, ждите меня, я иду на 40 дней наверх. Поднялся на гору, как сказано и было. На следующий день сказал Муше народу и пробыл он там 40 дней, 40 ночей, прося милосердия для согрешивших. Как сказано, наконец, заканчиваются эти 40 дней, еще раз, с 19-го тому за, заканчивается это в день Рошходыш-Илуль, новомесяча, первый день месяца Илуль, когда Всевышний сказал ему, Псоль-Лиха, ты себе должен сделать, вытесать новые скрижали. И тогда он поднялся, чтобы получить вторые скрижали, то есть скрижали это он должен был сделать сам, а на них Всевышний уже напишет слова-десяти слове, и оставался там 40 дней, как сказано, я был на горе, как и в прошедшие дни. Что значит, как и в прошедшие дни? Это означает, что как и в первые 40 дней, как и в прошедшие дни, это было время. То есть, по сути дела, если Муше берет скрижали и поднимается сейчас на гору Синай со скрижалями, для чего он поднимается? Молить грех? Это уже сделано. Если бы ему сказано, бери скрижали, сделай новые скрижали, и я напишу на них. То, что было на прежних, это значит заново дарование Торы. Как и Бенезра упоминает вопрос, что некоторые спрашивают, а для чего Муше пробыл в третий раз 40 дней на горе Синай? Ведь разве для того, чтобы написать на двух каменных плитах слова-десяти слове Декалога нужно 40 дней Всевышнего? Звучает, намечает и Бенезра, что люди задают этот вопрос не от большого ума. На что же ему действительно понадобилось эти 40 дней? Заново получать Тору. И вот это получение Торы, я был на горе, как прошедшие дни. То есть, как 40 дней первых, которые были с 7-го Сивана до 17-го Тому за время получения Торы, так были и новые дни. Это означает, что как в прошедшие дни, означает, что как в первые 40 дней было благоволение, была близость и было благоволение Всевышнего, так и последние в них тоже было благоволение. Значит, 40 дней посередине, те, в которые Муше, находясь на горе Синай, замаливал грех, значит, время между этими двумя периодами было совсем не благоволение, было время гнева Всевышнего. Третьи 40 дней заканчиваются 10-го числа месяца Тишрей, когда Всевышний окончательно простил еврейский народ, простил его с радостью и всем сердцем, как он и сказал Муше, «Салахте кедвареха, я простил их по твоей просьбе», и передал ему тогда вторые скрижали. «И тогда Муше спустился с горы и начал передавать сынам Израиля заповеди о работах, необходимых для построения мешкана, которые воздвигнули первого Ниссана». Две еще детали здесь поясните. Во-первых, получается, из всего того, что мы сейчас выучили, что у нас есть два дня дарования Торы. Есть праздник дарования Торы, всем известный, праздник Шивот. Чему посвящен этот праздник? Дарования Торы. Это да. Но только от той Торы, которую мы получили в праздник Шивот, мало чего осталось. Скрижали были разбиты, и Тору пришлось получать заново. Что это получать заново? Стало быть, у нас есть новый праздник. В емкий пур, когда Муше спустился с горы Сина и с новыми вторыми скрижалями, это второй раз получение Торы. Так что емкий пур, он день прощения, да, конечно, но помимо этого, он еще и день дарования Торы. И это дарование Торы, которое с нами уже осталось. Это Тора, которую мы учим сегодня. Вопрос, который следовало бы здесь задать. А почему действительно потребовалось новое дарование Торы? Ибнезра говорит, что люди, которые задают вопрос, зачем Муше, почему Муше в третий раз оставался там 40 дней, говорят, люди не от большого ума это задаются. Рейке Муах, пустоголовый. А что, действительно, такой глупый вопрос? Ведь зададим его по-другому. Понятно, для того, чтобы написать 10 заповедей не нужно 40 дней, значит, это получение Торы заново, а зачем его нужно получать было заново? В первый раз Тору получили цадикин, праведники, которые, выйдя из Египта, сумели за 50 дней путешествия по пустыне полностью очиститься от всех, всех остатков всего того, что налипло к ним в Египте, от человеческих слабостей, от дрязг, от ссор, от непринятия друг друга. И пришли в горе Сена, и так, что Тора подчеркивает, что встали вокруг горы Сена и лагерем и стал там лагерем в единственном числе и стал там лагерем Израиль подобно одному человеку неслучайно сказано там единственное число. Настолько люди возвысились тогда, настолько сумели приподняться над человеческой природой, что прекратились все дрязги, все ссоры. И в таком состоянии получили Тору. Что из этого вышло? Ничего не вышло. Пока получали Тору, пока Муше находился на горе Сена, сделали золотого тельца, скрижали разбит. Теперь получаем Тору заново. Эту Тору почему заново? Потому что теперь это уже не цадиким а баалей тшува. Теперь это уже раскаившиеся грешники. Раскаившиеся, которые хотят исправиться. А что это похоже? Что такое раскаившийся грешник? Метраж говорит, что дрование Тора на горе Сеная было подобно тому, как царь выдавал замуж свою любимую дочь. Нашел жениха, нашел принца настоящего. Так сравнивают медраж дрование Торы, когда гора Сеная была как подобно хупе балдахину над еврейским народом. Вот он жених настоящий еврейский народ. Но это было первое дрование Торы. А потом уже второй раз это уже грешник, правда, грешник, который сожалеет, грешник, который кается. Это все равно, как если бы принцесса сказала своему отцу, царю, что она нашла хорошего жениха. Правда, у него есть судимость, но он все, он завязал, он больше не будет, и он раскаивается. Это все в будущем, это все только пожелания, это все только что потом, а сейчас-то, а сейчас-то это те самые люди, которые всего лишь несколько дней назад водили хороводы вокруг золотого тельца, и им давать Тору. значит, второе дарование Торы, оно было с милосердием, милосердие рахамимы, это означает как такое, такой вид управления миром, когда Всевышний дает человеку то, чего он не заслужил, рассчитывая из расчета на то, что в будущем он этого заслужит, то есть дается аванс Тору мы получили тогда аванс как раскаивающиеся грешники, которые хотят исправиться и надеются исправиться, у них есть это желание исправиться, но они еще не исправились, им это только нужно исправлять. Вот таким образом была получена Тора Заварова, когда и поэтому скрижали, если в первой Торе все было небесное, скрижали были небесными и письмена на них были небесные, то во-вторых скрижали хуже не так, скрижали муж я должен был сам вытесать, сам эти камень соответствующие вытесать, Всевышний уже на них напишет, напишет то, что было на прежних скрижали. Это первое различие. Есть еще одно различие, на которое указывает Радбаз. Мудрецы говорят стих, который был упомянут еще на прошлом уроке, что скрижали были сделаны очень хитрым образом, так что текст читался с двух сторон одинаково. это значит, что буквы были выбиты насквозь. Говорят, наши мудрецы мем и самих шибыл уход бенес айонди. Буквы мем и самих, которые были в скрижалях, они только чудом можно объяснить, каким образом они стояли. Почему? Потому что буквы сплошные, как бублики лавдили. Соответственно, средняя часть, то, что у нас дырка от бублика должна была попросту вывалиться, а она стояла. Так написано. Это вызывает некоторую проблему, потому что мем и самих, они буквы сплошного написания только в ассирийском шрифте, а в соответствии с Талмудом в трактате Смедрин этот ассирийский шрифт используем только после возвращения из Вавилонского плена, а до этого пользовались финикийским, так называемым финикийским или древнееврейским шрифтом, в котором буквы меми и самих совсем не сплошные, они там больше похожи на клинописные. Исходя из этого несоответствия, Радбаз разрабатывает целую теорию, по которой в действительности поначалу вот этот совершеннейший фантастический совершенно ассирийский шрифт, то есть квадратное письмо еврейское, которым мы пользуемся на сегодняшний день, на самом деле поначалу Тора была дана на нем, затем в дальнейшем она после в результате греха золотого тельца этот шрифт был заменен на древнееврейский или как называют его историки финикийский шрифт. А в первом, в этой самой первой редакции, когда все было исключительно, когда все было дано через ассирийский шрифт, то дано это было таким образом, что вся устная Тора была закодирована в этом шрифте и Тора была дана единым образом так, что было полное единство письменной и устной Торы. Человек, который изучал текст устной Торы, смог бы через этот текст понимать и всю ту колоссальную устную традицию, все то, что мы сегодня называем устной Торой, все это было заложено, зашифровано в ассирийском шрифте. Но после греха золотого тельца, когда ушел ассирийский шрифт, и когда пришлось получать Тору заново, и отныне ее текст написан древнееврейским шрифтом, ассирийским шрифтом, отныне уже идет письменная Тора отдельно, устное предание идет отдельно. И теперь уже начинается новая колоссальная работа по тому, чтобы найти связь между ними, то есть, каким образом, где, в каком месте письменной Торы закодированы определенные законы устного предания. Это второе последствие того, что Тору получили заново. Мы можем упомянуть еще и третье. Мудрицы утверждают, что если бы Тора осталась у нас, так как мы ее получили шестого сивана, то она дана была таким чудесным образом, что человек, выучив, изучив бы ее, не забывал бы ее больше. Тора внедрилась бы в сознание и в память учащегося так, что он бы ее не забывал. Чудесным образом. Ну, а после того, как скрижали были разбиты, на этом чудо кончилось, и теперь уже Тора, как любая другая информация, в деле человека может быть забыта, и теперь ему необходимо повторять, для того, чтобы помнить, для того, чтобы не потерять Тору, ее нужно повторять и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Это тоже результат второго дарования Торы, в который Тора приходит уже в таком виде, что она может быть и забыта. Я здесь еще одна деталь, на которую я хотел бы обратить внимание, как сказано, но его слуга Муше, Бог говорил с Муше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом, и тот возвращался в стан, но его слуга Юшуа бенун, юноша, не отлучался от шатра. Юноша это буквальный перевод слова наар. Ибунезра спрашивает, как это его здесь называют наар, юноша? Ведь всего мы знаем, Юшуа бенун прожил 110 лет. Умер он после того, как руководил захватом Иракса Исраэль, и не только захватом, а и разделом. Устная традиция утверждает, что захват и раздел в целом заняли 14 лет. 7 лет ушло на захват Святой Земли и 7 лет на ее раздел. Все это время руководил еврейским народом Юшуа бенун. Итак, 14 лет он руководил народом Исраэля, еврейский Исраэль. До этого был период 40-летнего пребывания в пустыне. Значит, на момент исхода из Египта и получения Торы, сколько ему было лет, отнимаем от 110, отнимаем 40 плюс 14, 54. Это означает, что ему было 56 лет. Если бы меня сегодня назвали юношей, мне было бы немножко странно. Я немножко не юноша. Как же Тора называет 56-летнего человека юношей? Конечно, снова относительно, 56 лет в наше время, это не совсем 56 лет тогда, тогда люди жили по 110, 120 лет, Мушей жил 120, Юшуа 110, но все-таки при всем женании не юноша. Как же так? Отвечает Ивне Эзра на свой собственный вопрос. Юшуа помогал Муше так, то есть он прежде всего помогал и прислуживал своему учителю. Подобно тому, как обычно юноша помогает своему старому в летах наставнику. Конечно же, он был уже в солидном возрасте, 56 лет. Но помогал он Муше, как это делают молодые люди, поэтому Тора его называет юношей. Ибнезра не соглашается. Рамбан, простите, не соглашается с этим объяснением Ибнезры. С чем он не соглашается? С точки зрения языка, то, что для Ибнезра очевидно, что простой перевод слова на ар это юноша, говорит, Рамбан, это не так. А мне представляется, что в святом языке всякий слуга, который обслуживает важного человека, называется на ар, вне зависимости от его возраста. На ар это не категория возраста, на ар это статус, тот, кто прислуживает. Ведь написано же, скажем, про пророка Ильиша, сказано, и сказал он Гехази своему слуге. Там речь идет вовсе не о том, что он был молодой человек, Гехази, он был слуга. А также написано по поводу Авшалома. Авшалом был мятежным сыном, который поднял мятеж против царя Давида. И написано, что военачальник Давида Юав преследовал со своими солдатами Авшалома и окружили Авшалома 10 слуг на Арим оруженосцев Юава и умертвили его. Понятно, что оруженосцы, гвардейцы Юава не были юноши, это были серьезные солдаты. Понятно, что полководец Юав доверял лишь мужчинам богатырской силы, а не юношам. Стало быть, то же самое здесь, так и нужно понимать. Иушуа бенун, постоянный слуга и помощник Муши, никогда не выходил из его шатра. Слуга он был. Так говорит Рамба. Но думается, что можно объяснить и то, что пишет Ибнезра. Он был как юноша. Что это означает? Он был как юноша и как слуга. Он был уже в серьезном возрасте. Но он себя проявлял и чувствовал себя по отношению к Муши постоянно, как юный слуга, для которого Муши это тот человек, в котором сосредотачивается вся мудрость и все понимание и все знание. Поэтому для того, чтобы получить от него нужно чувствовать себя юношей. И если человек чувствует себя взрослым и законченным, имеющим свои понятия, имеющим свое представление о мире, имеющим свое законченное мировоззрение, очень трудно получать. Чтобы получать, а я уже был человеком, который сумел получить ему все, что он ему передал, он должен был чувствовать себя как юноша, как молодой человек, который хочет и может получать. Субтитры